Великое событие Великое событие Протон изготавливается с конца 90-х годов Ну так и да, изготавливается Да вот одна проблема Протон, он вроде бы изготавливается Но уже давным-давно не летает Ну как минимум год Почему? А потому что падать ракеты начали часто Вначале Россия, скажем так, не признавала проблему Ну просто, ну что с ракетой случилось? Упала Это то же самое, как в свое время Что случилось с подводной лодкой Она утонула Ну так случилось Одним словом Год назад Протоны перестали падать График запусков спутников По контрактам, которые подписала Российская Федерация Начал сыпаться Роскосмос пытался выйти Из ситуации Запускаясь точку в Союзов Да вот проблема Грузоподъемность Союзов намного ниже Потом в конце года 2016-го Россия объявила Значит не объявила А так, в прессе просочилась Просочилась информация о том Что Россия попросила продать ракеты Кого бы вы думали? Украину Да-да-да Техзглобных хохлов Которые якобы ничего не могут делать Ну короче Русские попросили украинцев С Межмаша сделать 12 ракет Зенит-Тресы По программе морской впуск Ну только там Немножко доработано Для того, чтобы их можно было Собрать с Байконура Для чего? Ну извините Потому что когда Есть график вывода спутника на орбиту А спутник не летит Есть штрафные санкции Надо отметить, что у русских Ракета Зенит была Загашеньки Куплена еще до начала войны До 2015-го года Да вот проблема Ее как-то не запускали Не запускали А ракетоносители Их необходимо обслуживать Когда обратились к Баюжну Те сказали Ну ребята Вы же сами говорили Кто не скажет Той Москаль Ну извиняйте Одним словом В конце 2016-го года Русские попросили продать 12 зенитов Украина Естественно Прямую России Продать отказалась В результате Через компанию СССР Ну как Конечным бенефициарием Которые являются Естественно Россияне По программе Морской впуск Если помните Такой международный Консорциум с европейцами И так далее То есть формально Европейцы Покупают У Украины 12 Ракет Зенит-3СЛ Из Е-3С Снова таки вопрос Скажите А протоны Как Их же было сделано Бесово тучи Да Протонов Наделали кучу Но вот Есть одна проблема Понимаете Протоны падали И долго Российская Федерация Роскосмос Не признавала Проблемы Пока в конце концов В начале этого года Не заявили Сейчас Цитирую Цитирую То что Были забракованы По сообщению Лента.ру От 30 марта В России Были забракованы 71 двигатель К ракетоносителем Протон Ну Просто Это движки Которые Их наделали Ну Было понятно Что они уже не полетят То есть Это извините Меня пожалуйста Это практически Весь запас Даже Российское Средство Массоинформации Признают Что это практически Весь запас Для обеспечения Пуска протона Нету двигателей Ракета Не летит Точнее Двигатели есть Но они сделаны Кривыми руками Все прекрасно Все хорошо Двигатели Обещали переделать И первый запуск Обещали сделать Аж 29 мая Сегодня 7 июня Пуска Нет Роскосмос Объявил Что завтра Ну кровь с носа Пи-пи-пи Буду Но Завтра С произойдет То есть Таким образом Протон полетит Вернется на орбиту И так далее Будем надеяться Что все будет нормально Но Сама Российская федерация Надеется Не очень Поэтому Купила Украинцев Уже подписали Контракт На поставку 12 ракет Зенит Если сейчас Критики скажут Ай-яй-яй Зенит же Это ракета Среднего класса Протон Это Большой грузовик Да Согласен Если Скажем так На низкую орбиту Выносить Грузоподъем Выводить Грузоподъемность Протона Намного больше Ну и если Выводить На геостационарную орбиту То Зенит Выводит 6100 кг Протон От 6,290 До 6,9 Ну то есть Получается Что примерно То же самое При этом Протон Ну как бы так Немножко Более прожорлив Он Раньше создавался Другой тип топлива Короче Одним словом Дорогой пуск Причем То что Пуски дорогие То что Акеты падают Это заметили Даже В том числе Страховщики Потому что Страховка Пуска Космического Аппарата С помощью Русских Она стоит Порядка На 10-20% Дороже Чем страховка Аналогичного Пусства У кого бы Там ни было Ну и в конце концов Последние два года Не только Американцы Запускают Больше Спутников И космических Аппаратов Но даже Китайцы То есть Россия так Аккуратненько Спустилась На Союзах Уже на Третье место То есть Вот он Место лидера Гонки Ну причем Союзы Вы понимаете Что например Один из вариантов Союза Эксплуатируется С 1973 года О какой Экономической Целесообразности О какой выгоде И о какой экономии Может идти речь Но одним словом Все это конечно Наклеп Русский космос Он велик Могуч И так далее И завтра Произойдет Велик Великое событие Старичок Протон Созданный В конце 90-х Снова Полетит Ну Причем Полетит Не на новых Двигателях Как сообщали Те же самые С российским Средством Массоинформации В частности Генеральный директор Минучно-производственного Объединения Энергомаш Игорь Арбузов Он полетит На старых движках То есть на тех Которые были забракованы К них что-то подшаманили И есть надежда Что они полетят Причем Движки Подшаманили Не все Потому что Еще на момент Забраковки Вот что говорил Господин Арбузов В настоящее время Подписан график Проведения работы Значительная часть Будет проведена В 2017 году Но мы понимаем Что какая-то часть Неменуемо Перейдет на 2018 То есть понимаете График подписан Но люди уже сразу Закладывают Что Не уложимся Ну как бы там ни было Два движка есть Протон полетит Будем надеяться Причем Очень даже может быть Что он полетит Потому что Ну петлу надо показать С победой Российской космонавтики Все это будет прекрасно Все это будет чудесно Старые ракеты Будут взлетать Россия будет хвастаться А в то же самое время Весь мир будет Естественно Обижать не будет Он будет Ну как маленький Мальчик Который играет С машинкой С танчиком Все ему говорят Что он грозный Весь мир будет Тоже гладить Русских По головке Говорить Ой какие вы молодцы Какие вы умницы Вы велико Космическая держава И в то же самое время Спейс-Х Маска Буквально недавно Тоже в конце мая Совершил Ну прорыв Сразу в двух направлениях Во-первых Стартовала И благополучно Вывела На орбиту Спутники На орбиту Ракета-носитель Которая уже летала В космос И второй удар Это уже Как говорится Ниже скреп Это то что Ракета-носитель Которая уже дважды Летала в космос Благополучно Вернулся на землю То есть он полетит Скорее всего И третий раз Ну тем не менее Русским есть чем гордиться Русские гордятся Своей космической программой И в то же самое время Даже ближайшие Союзники России Это белорусы Они Решили Что не стоит Рисковать С великим Русским Роскосмосом И один раз Оголонившись со спутником Перевели всю свою программу На китайские рельсы Как-то давно Республика Белорус Ну это все-таки Союзник России Есть какое-то Союзное государство Решило вывести Свои спутники В космос Начать Свою космическую программу Вывели Ну точнее как Ракету запустили Ракета взорвалась Потом Российская Федерация Долго выплачивала страховку Действительно Очень долго Еще раз повторю Что страховка Для Российских запусков Она стоит порядка 10-12% дороже Чем для запуска Любой другой компании Почему? Ну потому что Взрываются чаще После этого Страховку белорусам Выплатили Но это как в анекдоте Про серебряные ложечки Ложечки вернулись Осадочек остался Осадочек остался И верный союзник Россия Александр Григорьевич Лукашенко Решил, что Обновил баню С этими союзниками И перевел Всю свою космическую программу На китайский рейс То есть Белорусские спутники Сейчас взлетают И летают С помощью На китайских аппаратах На китайской базе С помощью Китайских ракетоносителей Выходят на орбиту И при этом Без всяких аварий Без накладок Все как часы Запланировали Запустили И так далее Дешево И сертифик Ну плюс К тому же Надежно С другой стороны Естественно Что сейчас Многие российские Зрители Меня скажут Да нет Все равно У России Великие планы Вспомнят про Ангару Вспомнят про Корабль Федерации Да Есть такие планы Но понимаете Есть одно но Ангара 5 То есть То что Управляемые запуски Этот проект Уже как говорится Все Ну от слова Совсем То есть Роскосмос Отказался От идеи Пилотируемых запусков Точно не отказался Они собираются Допилить Космогром Восточный И потом К нему вернуться К 2025 году Корабль Федерации Ну вроде бы В Чистежах есть Есть даже Какой-то макетик Но От земли он Не отрывался Айл Маск Свой Скажем так Свой корабль Уже запускал В тестовом режиме Скоро В этом году В тестовом режиме Он полетит В космос Одним словом Как-то так Не клеится Но тем не менее По количеству запусков Россия все-таки Имеет шанс Вернуться в число Лидеров Ну не факт Что запуски Будут успешны Просто Много в небо Пульнуть чего-то А там Как-то летит На пусть Соответственно Весь мир Будет улыбаться Гладить По головке Хвалить Ну как маленького Мальчика Еще раз повторю С игрушкой И ждать Ждать Того момента Когда русские запуски Станут Надежными Дешевыми Безопасными Ну не зря у меня Вот возле пилища Сидит Чудесная фигурка Которую Беларусь Называет подшаг Мы подшагаем Подождем На этом Ну что можно сказать На этом На этом можно сказать Все То есть России привет Ждем великого Попахального События завтра А и еще одно Почему же так происходит Понимаете Российская Федерация Очень любит Говорить И очень любит Лозунг Можем повторить Понимаете Да Побрятать оружием Куда-то поехать И повторить могут То есть Кроме победы Над фашистской Германией Было много Локальных конфликтов Где русские Как говорится Засветились То есть Это повторять Они умели Ну в том числе Повторяются сейчас На Донбассе В Сирии Где-то еще Ну вот проблема Повторить Стреляя Убивая Они могут А повторить Делая что-то Даже то Что придумали Сами Например Двигатели К протонам Ну увы Пока что Не получается Ну Поэтому Ждем Эпохального События Я таки Надеюсь Что В Российской Федерации Смогут повторить Ну не войну А смогут повторить Хотя бы то Что раньше Умели делать Глядишь После этого Российская Федерация Станет более адекватным Государства На этом Всего вам доброго И ждем Великого праздника Космонавтики Завтра 8 июля 2017 года Ура товарищи Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok